Затем Здравствуйте, дорогие друзья! Уверен, каждый из вас знает, что такое шахматы. Между прочим, это одна из самых древних игр. И научиться играть в нее по-настоящему очень непросто. Это целая наука. Хотя герой одного из рассказов сумела свою тету науку очень и очень быстро. Правда, справедливости ради надо сказать, что это был робот. Вы с ним уже знакомы. Сейчас мы с вами узнаем, что с ним и его изобретателем приключилось на этот раз. Итак, слушайте. Жил-был один изобретатель. И у него был робот, которого он назвал другом. И вот однажды решил изобретатель научить робота играть в шахматы. Итак, начнем. Я надеюсь, правила ты все запомнил? Запомнил. Сейчас я преподам тебе урок шахматного искусства. Между прочим, это игра мудрецов. Ты мудрец? Ну, я не стал бы так категорично. Ну, если ты настаиваешь, то пожалуй. Итак, как говорит мой друг, гроссмейстер-любитель Михаил Дюков, ваш ход. Ты проиграл мат. Ладно, это не считается. Это я так невнимательно играл. Давай еще раз. Давай. Опять проиграл. Давай еще раз. Давай. Ты проиграл. Все. Я сдаюсь. Я делал все верно. Ну, даже слишком. Ты огорчился. Да вот еще. Ты огорчился, огорчился, огорчился. Нет, 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 нет. Не огорчился, не огорчился, не огорчился. Слушай, вот ни отхода без добра, а. Мы ж теперь этому гроссмейстеру, Мишке Дюкову, покажем, как зазнаваться. Так, устраиваем шахматный поединок века. Поединок? Ну да, я ему звоню. Заодно фотоаппаратик с дистанционным направлением проверим. И вот настал день шахматного поединка. Так, ну, давайте знакомиться. Это друг, а это Михаил Дюков. Руку пожать, а. Так, дедочку, улыбочку, улыбочку. Опа. Ну, прошу садиться. Прошу садиться. Так. Прошу. Итак, белыми играет гроссмейстер Дюков, а чёрными друг. Ну, начали. Так. Что это за звук, а? Минуточку, улыбочку, Мишка. Полная автоматика. Исторический кадр. Давай. Прошу, ваш ход. Это правильный ход. Пока да. Так. А, ну-ка, стоп. Ещё раз, ещё раз. Улыбаемся. Улыбаемся. Бальtal. Улыбаемся. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Ну прекрати ты вспыхивать, я тебя прошу Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста У меня тут выигрышная ситуация намечается Ой, Мишка, не смеши Чем ты здесь выигрывать собрался? Сдавайся, гроссмейстер Гроссмейстеры не сдаются Прошу, ваш ход Ну все, Михаил Дилков Шах тебе и мат, ну даже я бы с тобой справился Ну давай, кончай с гроссмейстером Все Победа? Ничья Ничья Подождите Как это ничья? Это не может быть Ситуация, когда фигуры соперника не имеют ходов А королю ничего не угрожает Называется патовой Ага При этом Партия считается ничейной Это был очень сложный ход Я поздравляю вас, коллега Единственный из двадцати четырех возможных Прекрасно Просто прекрасно Вы многому научили меня А теперь мне пора идти Я должен это все как следует обдумать Слушай Ну как же это? Друг Ну как же так? Он был очень расстроен Он чуть не плакал Ну да, я его таким никогда не видел Мне его стало очень жалко Ты же сам меня учил быть добрым Да Я учил Но если исходить из правил игры Это был не совсем верный ход Нет Ты прав Это был единственный правильный ход Единственный Из двадцати четырех возможных Ха-ха-ха Что-то Ну же Что-то же Что-то с фотоаппаратом Вот такая история, дорогие мои Поступок робота заставил задуматься Игросместера-любителя и изобретателя. Думаю, и нам с вами нужно никогда не забывать о том, что даже самая древняя и самая мудрая игра – это всего лишь игра. А игра не может быть важнее человека, важнее сочувствия к нему. Никакая игра не может быть важнее жизни настоящей. Впрочем, я знаю, вы и так об этом помните. Ну вот, на сегодня и все. До новых встреч, мои дорогие. До свидания. Храни вас Господь.